Редкий случай увидеть стадо оленей в райцентре Тампонского района. Такой праздник для жителей организовали участники 4-го съезда оленеводов, которые по пути в село Тополиное заехали в Хандыгу. Подробности далее. Редкий случай увидеть стадо оленей в райцентре Тампонского Улуса. Такой праздник для жителей организовали участники 4-го съезда оленеводов, которые по пути в село Тополиное заехали в Хандыгу. Тампонские оленеводы с отличным настроением возвращаются к себе на родину, ведь они серебряные призеры межрегиональных игр оленеводов. Своей радостью триумфаторы поделились с хандыгчанами и устроили в центральном стадионе катание на оленьих упряжках и верхом. О желающих было хоть отбавляй. В первую очередь, конечно, детей. Увидеть северного оленя приходили не только с семьями, но и целыми классами. По пути домой остановились с хандыгей, детей покатать, показать оленей. Четыре львоводов. Двое в одном Урале, двое в втором Урале. Четверо суток в пути на большегрузных машинах с четырьмя десятками голов оленей – это не шутки. А от хандыги ехать еще 300 километров. Но пастухи спокойны, ягеля с собой достаточно. Значит, олени сыты. И это главное. Со своими оленями пришла на стадион и многодетная семья Антонины Лебедевой и Дмитрия Голикова, которые воспитывают 9 детей. Старше 20 лет, младшему 3 года. Их радость тоже велика. Они победители республиканского конкурса «Кочевая семья-2017». В город Голиковы выезжали почти в полном составе. Едем с отличным настроением. Ну, тем не менее, уставшие, конечно. Устали очень. И сейчас до дома доедем, отдохнем. Из Якутска до хандыги оленеводы сделали два привала. Один в Мегин-Алдане и второй в райцентре. И дальше без больших остановок до Тополинова. Скорее на простор, скорее в горы. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга.